Приветствую вас. На момент записи этого ответа у вас не было ни одного комментария, поэтому я предполагаю, что когда я опубликую этот ответ и, соответственно, когда вы его будете слушать, скорее всего, комментарии уже какие-то появятся, я так думаю. И немного так предупреждаю то, что скажут мои коллеги, мне бы хотелось поддержать их и сказать о том, что вы, в принципе, уже все сделали правильно. В том плане, что вы поняли, что мужчина переходит границы, вы поняли, что человек вас не ценит, не любит, не замечает, не понимает вас и всячески вас обижает. Вы это поняли, вы это увидели, вы это заметили. Вы молодец. В этом плане вы молодец. Также вы молодец, что игнорируете его звонки. Ну, пока. Пока. На данном этапе вы молодец. Потому что игнорирование, это, в принципе, тоже можно назвать таким, знаете, отношением. Вот. Игнорирование, это отношение, тоже. Это, если угодно, эмоция. То есть, ты мне неприятен, я тебя игнорирую. В общем-то, мужчина, он понимает, что вы его игнорируете. Да? Значит, вы к нему неравнодушны все равно. Вот. А, значит, вы успокоитесь. Ну, придет такой момент, что вы успокоитесь, по его мнению. И вы опять будете с ним вместе, вы опять будете как раньше и так далее. Вот. И здесь очень важно, чтобы мужчина так не думал. Чтобы он не думал, что вы его игнорируете. Чтобы он не думал, что вы, ну, там, действительно вернетесь к нему. Чтобы он не думал, что ему не придется ничего делать в этой вот ситуации, которая произошла. Вот. То есть, важно, чтобы человек, да? Чтобы человек потерял почву под ногами. Что вы с его и всегда будете с ним. Вот. Это, пожалуй, самое главное. Вот. И для этого, можете мне поверить, вашего игнорирования недостаточно. То есть, да, мужчина, он, как бы, ну, вам в какой-то момент поверит, да, что вы действительно обиделись. Мужчина в какой-то момент захочет что-то поменять. То есть, мужчина, ну, предпримет какие-то действия, шаги по отношению к вам, да. То есть, будет, там, изменяться, там, что-то вам дарить, обещать и так далее, и так далее. Вот. Но это приведет к тому, что вы его простите, вы его простите, и все вернется на другие стояты. Опять. Вновь. И данный момент, данная ситуация, она, конечно, весьма и весьма волшебна. И чтобы ее не было, чтобы она с вами не произошла, лучше мужчину перестаньте игнорировать, не игнорируйте его. Вот. Не надо его игнорировать. Общайтесь с ним. Взаимодействуйте с ним. Если нужно, значит, встретитесь с ним. Но, при этом, при этом, держитесь отчужденным, немножечко. Держитесь холодным, чтобы, ну, чтобы мужчина увидел и понял, что вы где-то. не готовы его принимать таким вот, какой он есть сейчас на данный момент. Вот. И, соответственно, это даст куда, ну, это даст куда менее яркую, может быть, реакцию, да. Но зато, зато постепенно это приведет человека к пониманию того, что как бы, ну, вот, так с вами нельзя больше, что вы его вроде как и принимаете, да, что вы вроде как его не отвергаете, да, вы его не отталкиваете, вы с ним как бы взаимодействуете, общаетесь, да, и так далее. Вот. Но при этом мужчина будет понимать, что что-то здесь как бы не так. Вот. И, соответственно, вот данный момент как раз таки, данный момент как раз таки, и является, пожалуй, самым таким серьезным. Если хотите, мужчине как бы, ну, показать, да, показать, что так дальше нельзя, как он себя ведет. Вот. Пожалуй, у вас в этом контексте для особо много выбора. То, что он не изменится, ну, как бы да. Как бы да. Действительно, может не измениться. Действительно, мужчина может, ну, остаться такими. Это правда. Это правда. Но вы можете, в общем-то, совершенно спокойно, да, вы можете жить дальше или не можете. Если с этим есть проблемы какие-то у вас, да, то есть если вы к человеку привязаны. Но если вы привязаны к нему, то на это есть причина. И думается мне, что в любом случае причины это уже ваши. То есть с причинами нужно разбираться вам самой. Я полагаю, что именно в этом контексте ответить на ваш вопрос сейчас, как вам быть, это, ну, как бы невозможно. Абсолютно. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Обязательно досмотрите мой вариант, если вы хотите, чтобы мужчина изменился действительно. Если вы хотите, чтобы, ну, если не хотите его терять, а хотите, чтобы отношения двигались вперед, чтобы они развивались, чтобы не прошли даром 3,5 года, что вы в отношениях. Вот. И посмотрите на реакцию человека. Если все останется так же, да, если ничего не изменится, вы увидите, что он по-преднему не готов идти навстречу, не готов что-то менять в себе, не готов более бережно относиться к вам, то, соответственно, это означает, что вам дальше не по пути. Вот. Но и то, что вы вот так вот требуете внимания, вот это тоже, конечно, позиция, я бы сказал, такого, знаете, ну, опять же, зависимого человека. Вот. То есть вам для чего-то нужно внимания, вы считаете, что это внимание должен давать вам он. Поэтому и жены не боятся вас потерять, откровенно. Вот. Говорится, что вы от него никуда не денетесь, то есть тут проблема, опять же, в том, как вы себя в отношениях подаете. Да, то есть, возможно, именно то, что вы ничего не требуете, да, то есть не требуете, чтобы мужчина вас как-то защищал, чтобы мужчина вам что-то давал, чтобы мужчина у него соответственность какую-то, возможно, это и привело к тому, что он вас так расслабил. Расслабил. Вот. Здесь нужно подкорректировать немножечко моменты, связанные с вами, да, то есть какая вы женщина, какой вам нужен мужчина, какой он мужчина, какая ему нужна женщина. Вот эти вот аспекты рассмотреть. И тогда будет более ясно вообще, что вы из себя представляете, как, ну, вот, и подходите вот друг другу. Вот. Может быть, вам, кому-то из вас некомфортно. Может быть, кому-то из вас комфортно, другому некомфортно. Понимаете? Надо подумать, готова ли я поменяться, как женщина, чисто вот женское поведение или мужское, но в данном случае женское, потому что мы говорим о вас, чтобы мужчина стал чувствовать себя становой более мужчины. Потому что ваш мужчина, он не чувствует себя таковым. Но нужно понять, что даст ему это возможность, и можете ли вы ему это дать. Например, мужчине нравится, когда его девушка там, например, унижается, да, и он там ее бьет. Ну, если честно, это неприемлемо для вас. А для кого-то приемлемо вполне, понимаете? То есть, здесь вот, моменты, моменты именно такие. Вот. Именно такие моменты. Ну, подумайте об этом тоже. И помните о том, что человек, он сам решает. У вас мужчина выбрал работу охранником? Ну, значит, он работает. Да. Это его право. Он выбрал, это его право. Если он устал, если он говорит, что его все запарило, пусть что-то меняет. Если не меняет, значит, его все устраивало. Значит, вам, наверное, что-то меняет. Вопрос в том, готовы ли вы сделать выбор. Если да, то какой? Если нет, то почему нет? Что мешает? Чего боитесь? И так далее. Подумайте об этом. Я желаю вам всего самого доброго. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. И удачи!